Алексей Ижак подключается к нашему эфиру, заведующий отделом Национального института стратегических исследований, эксперт по вопросам международной безопасности. Здравствуйте, Алексей, радовался. Алексей, приветствую. Добрый вечер. Прокомментируйте, пожалуйста, новость. Вот Минобороны РФ провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, и ее боевая часть поразила цель якобы на полигоне в Казахстане. Речь идет о полигоне Капустин-Яр, Астраханская область. А вот мы помним, что и Сармат когда-то запускали, и хвастался этим лично Путин, но это был как бы экспериментальный запуск. Вот сейчас ЯРС, они, да, на учение вывели этот большой комплекс, там, если я не ошибаюсь, 3000 военных его обслуживает. Расскажите, это все дальше, уж простите, понты, или реально они как-то улучшают свои навыки, точность, опасность вот возрастает или нет? В принципе, это все похоже на очень рутинное учение, ну, если исторически. Вот со времен Советского Союза, когда пускали вот большие межконтинентальные баллистические ракеты, два типа пусков, либо, ну, если морские, что морские, что наземные, их пускали, либо есть на Камчатке такой полигон Кура, вот по нему пускали, просто на точность как бы проверить вообще, как работает. А если проверяли боевое оснащение, сделали там новую боеголовку на какую-то ложную цель, то пускали из этого Капустиного Яра, из Капустин Яр до вот Сары-Шагал, полигон в Казахстане. Это просто укороченный полет, проверяли боевое оснащение. Вот с моей точки зрения, вот когда пускают по Сары-Шагал, в принципе, это что-то реальное, им надо конкретно проверить, проверить какую-то концепцию, связанную с боеголовками. Вот она отделяется от ракеты, летит, попадает, возможно, возможно. Ну, это что-то такое конкретное техническое. И я не исключаю, что действительно у них по плану надо что-то проверить. Но если они хотели этим кого-то напугать, ну, раньше, знаете, когда все это было действительно страшно, этих пусков там были десятки в году, а сейчас раз в несколько лет что-то запустили и что-то проверили. Вот когда пускают по Камчатке, это обычно проверяют, в том числе могут проверять вообще способность ведения войны, проверяют систему боевого управления, выводят много сил и средств, разные ракеты, разные самолеты взлетают и летают. А тут одна ракета, я думаю, это ЯРС, это там, ну, были в Советском Союзе, называлась Стополь, сейчас называется ЯРС. В принципе, неплохая современная ракета, среди тех, которые Россия сделала. Ну, там, конечно, не 3000 человек, надо его обслуживать. Там, ну, сидит водитель и несколько операторов. Ну, и на наземном комплексе кто-то, конечно, там целый, ну, полк обслуживает, да, наверное. Ну, в целом, я не вижу здесь ничего особенного. Я думаю... Простите, я просто добавлю, чтобы зритель точно понимал, это 3000 военнослужащих приняли участие в учениях с комплексами ЯРС. Это не обслуживают конкретно в эту установку. Спасибо. Если комплексы ЯРС просто вывели на учения, ну, вывели на учения, в принципе, я не думаю, что это что-то реальное, это скорее демонстрационное. Ну, дело в том, что, понимаете, вот когда такой комплекс, как ЯРС, выезжает с места базирования, он, допустим, неделю поездит, через неделю его надо возвращать и людей приводить чувства, потому что провести неделю в автомобиле, даже в комфортабельном, это невозможно. А еще в голове достаточно надо иметь психологическую устойчивость, чтобы выполнить боевую команду на пуск или на удар или на что-нибудь. Поэтому, я думаю, это все-таки больше бутафория, чем что-то реальное. Много раз такие учения проводились, если один только пуск по Сары шагал, ну, это не очевидно. Алексей, а скажите, пожалуйста, вот, простите, может, бытовая постановка вопроса, но вот все-таки, если этот запуск был в Казахстане и поразил цель где-то рядом, я так понимаю, возле этого полигона, да, а насколько можно вообще сделать выводы вот из этого запуска в возможностях этой ракеты пролетать тысячи километров, да, вот чем запугивает Путин, что там 20 тысяч она километров пролетает или 11, я уже, простите, не помню. Это же абсолютно разные вещи, да, как ведет себя один и тот же объект на короткой дистанции или на длинной. Можно какие-то выводы сделать вот из этих маленьких пусков, что она и до условного Вашингтона может долететь, чем пропаганда пугает? Конкретно эта ракета нет, и эти пуски не для того предназначены, чтобы продемонстрировать возможности. Одни и те же ракеты, как я говорил, они испытываются по дальним полигонам и испытываются вот, если речь идет о конкретном оснащении, ну, ракета большая, у ней там на самой верхушке стоит боевая часть, где там может быть несколько боеголовок, ложных целей, еще чего-то. Так вот, когда они пускают на такую короткую дистанцию, они показывают то, что ихняя вот эта боеголовка, она способна проникать через систему противоракетной обороны и достигать цели на какой-то большой дальности. А то, что ракета сама может доставить на такую дальность, это демонстрируется на других испытаниях. Тут, конечно, интересно, я как-то и не увидел, они не назвали, мне кажется, ракету, которую они испытывали. Ну, я думаю, это Ярс все-таки. Ну, они должны были, действительно, чтобы быть убедительным, что это именно ракета, которая может доставить на большую дальность, они должны были назвать эту ракету. Ну, в принципе, по видео, если она где-то есть, можно понять. Я думаю, это все-таки был Ярс, хотя все знают, что Ярс долетит на 10 тысяч километров. Ну, поэтому сейчас они демонстрировали то, что он не только долетит, а то, что боеголовка проникнет через средства противоракетной обороны американские и куда-то там поразит цель. Вот это вот они хотели показать сейчас. Если вообще хотели что-то показать. Я думаю, они вообще хотели показать, что у них еще ракеты летают. Ну, может быть и так. В любом случае, пустые это угрозы со стороны Российской Федерации или нет. Мы слышали до этого прямые угрозы, которые озвучивали устами пропагандистов российские власти, ядерные угрозы в том числе. Так или иначе, на Западе на всякий случай всерьез относятся ко всему этому. Не с точки зрения того, что испугались, а с точки зрения того, что готовятся к любому варианту развития событий. Global Thunder 23 тому прекрасное подтверждение. Но означает ли это, что на сей раз Global Thunder будет в основном посвящен конкретной ядерной угрозе, исходящей от Российской Федерации? Я думаю, всегда эти учения были посвящены именно той стране или той угрозе, которая является основной на данный момент. Действительно, если говорить о количественных показателях, то Россия – это основной ядерный противник Соединенных Штатов. У Китая все-таки значительно меньше, там лет через 10 сравняются, но пока нет. Поэтому, я думаю, как раньше, так и теперь проверяется именно это. Но дело в том, что сейчас все стратегические ядерные силы никуда не нацелены. Так было решено в 1991 году, просто чтобы не было случайностей. Если кто-то случайно нажмет на кнопку, случайно, то все полетит в Мировой океан, оно никуда не нацелено. И хорошо, что так. Все-таки мы не живем на краю пропасти, как в годы Холодной войны, когда было известно, что в течение одной минуты может начаться война с неприсозуемыми результатами. Сейчас такого не будет. Поэтому всегда, когда проводятся такие большие учения, понятно, что никто никуда ничего не нацеливает. Но проверяется, прежде всего, система боевого управления. Как проходят команды, насколько быстро принимаются решения, насколько они адекватно принимаются, и насколько система срабатывает. Насколько тот электрон, который пролетел где-то по воздуху, где-то по проводам, достигает нужной точки, и действительно открывается шахта, и летит ракета. Вот проверяется это. На таких больших учениях, когда комплексные испытания проводятся. То, что провела Россия относительно пуска по Казахстану, это локальное учение. У России есть аналогичное учение «Гром», но сейчас, похоже, это был не «Гром», а просто, даже не часть «Грома», а просто локальное испытание одной ракеты. Поэтому то, что сейчас Соединенные Штаты проводят, мне кажется, во-первых, они демонстрируют, не демонстрируют, а сами для себя проверяют, насколько все работает. Все время от времени надо проверять. Даже если машина стоит в гараже долго, надо время от времени выезжать, просто проверять, не снила ли она. А второе, я думаю, более важное политически, это то, что Соединенные Штаты прекратили отменять и отдалять такие учения. Раньше, последние несколько лет, были очень большие опасения у Соединенных Штатов, что сам факт проведения учений может спровоцировать Россию, она нанесет ядерный удар или вообще неизвестно, что случится. Видно, что они уже не боятся. И они не боятся, в том числе, я думаю, потому, что мы читали во всех этих сливах, которые опубликованы на детском вот этом игровом геймер-ресурсе, откуда следует, что Соединенные Штаты имеют надежную информацию из самых глубин российского силового аппарата, спецслужб и вооруженных сил. Ну, по крайней мере, то, что касается российской войны против Украины. Я думаю, они точно так же знают лучше многих реальное состояние ядерных сил России и перестали бояться. Ну, на всякий случай показывают, что ядерное оружие, вопреки расхожему в России мнению, есть не только в России. Потому что, если послушать российскую пропаганду, там ситуация выглядит так, что ядерное оружие есть только у России. На самом деле это не так. Ядерное оружие есть у других стран, которые тоже могут его применить. И у других стран оно, может, не в таком количестве, но оно надежнее. Алексей сообщает Центр национального сопротивления о том, что оккупанты российские предупредили гастролеров из Росатома, которые сейчас выполняют функции менеджеров от оккупантов на Запорожской атомной электростанции о эвакуации возможной. То есть, так сказать, в режим стендбай всех поставили. Понятно, здесь мы не будем обсуждать возможности освобождения этого объекта во время контрнаступления. Это военные об этом знают. Хочу вас спросить, насколько для нас этот объект важно действительно получить опять под контроль? И не могут ли, как вы думаете, оккупанты опять-таки его использовать как предмет торга во время отступления? Какая там ситуация? Если вы отслеживаете, конечно, этот вопрос. Ситуация... Ну, я не слышал этой последней новости, что они готовы на всякий случай. Ну, не исключено, что на всякий случай готовятся все варианты. Насколько он важен в Украине? Ну, знаете, это крупнейшая электростанция, для которой в процессе восстановления она будет очень важна, конечно. Нужно будет много электроэнергии, и это очень важно. И социальной точки зрения, и экономически. Это очень дорогой объект, в конце концов. Это собственность, которую нельзя просто так про нее забыть, что она оккупирована. Хотя она сейчас не работает, сейчас она практически не генерирует электричество, но, тем не менее, она может очень много электричества генерировать, в том числе на экспорт. Сейчас наш экспорт электроэнергии восстанавливается, а с запорожской станции это станет еще более возможным. То есть это реально... Это очень важный объект для экономики, не прямо сейчас, но не для победы, но после победы, скажем так. Относительно того, что там происходит. Мне кажется, из того, после последних визитов Рафаэля Гросси и к нам, и на саму станцию, и попытки его разговаривать с Росатомом в Калининградской области, они говорят о том, и вообще, сама характер российской подготовки, они там укрепляют безопасность, но оккупов все-таки не роют. У меня такое ощущение, что Россия понимает, что нельзя превращать Запорожскую атомную станцию в Азовсталь, абсолютно какой-то разрушенный объект в процессе боев. Они это понимают. Они, я думаю, понимают, что после начала контрнаступления самый лучший вариант – это просто тихо уйти. Но возникает действительно вопрос о безопасной передаче оперативного управления этой станции. Росатом, если это ответственная структура, которая не хочет попасть под санкции, она должна спокойно применять украинских специалистов, которые придут вместе с контрнаступлением, и передать эти управления, чтобы не было никаких нагараздов и не было никаких аварийных ситуаций. Я думаю, именно об этом сейчас идет разговор. То, что, по крайней мере, с Росатомом у МАГАТЭ, я думаю, идут об этом. Но, с другой стороны, тот факт, что Гросси еще не доехал на Москвы, в Калининград он съездил и с Росатомом пообщался, а вот с политическим руководством России пообщаться не может. Это говорит о том, что политическое руководство России, по крайней мере, еще хочет торговаться за эту станцию и будет пытаться удерживать оперативный контроль максимально долго. Ведь такая же ситуация, если они там сидят, забаррикадировались, и как в фильмах про террористов захватили, когда террористическая группа захватывает большой объект, и сделать ничего нельзя, приходится с ними говорить. Я не исключаю, что такой вариант тоже готовится, потому что нельзя атаковать, нельзя просто сносить артиллерию, это невозможно. А вот если они там забаррикадируются, настроили заборов охранных линий и не дают оперативный контроль, не передают его, отказываются передавать, ну, придется с ними, вот на это они рассчитывают, что, возможно, с ними придется о чем-то договариваться. Но, тем не менее, мне кажется, из того, что с Росатомом все-таки встреча была у Рафаэля Гросси, наверное, все-таки на уровне Росатома определенное понимание есть, что самый лучший вариант во время контрнаступления это просто тихо уйти. Но это мой оптимистический взгляд на эту проблему. Мне кажется, что есть признаки рациональности в российском поведении относительно этой станции. Они не готовят там, ну, не видно, чтобы они готовили больших боев. А если они готовят персонал к эвакуации, ну, в общем, все, что остается сделать, это получить международные гарантии, что этот персонал может быть безопасно эвакуированный. Речь идет не о военных, а о специалистах по ядерных станциям, которые, ну, как бы их туда послали. Они, возможно, не поняли, куда они поехали, им заплатили много денег, но, тем не менее, они не военные. Но, возможно, об этом идут какие-то переговоры. Алексей, вы замечательную аналогию провели, как в фильме о террористах, только не в фильме, а в реальной жизни, а вот как раз террористическая составляющая в контексте российских оккупантов полностью соответствует. Спасибо большое. Спасибо за ваши комментарии. Алексей Ижак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований, эксперт по вопросам международной безопасности, был с нами на прямой связи. Продолжение следует...